Приветствую вас коллеги моделисты. Сегодня у нас будет немного необычный выпуск. И модель я сегодня собирать не буду. А есть у меня такое кольцо, которое я купил на Алиэкспресс. Кольцо выполнено из металла и имею черную матовую поверхность. А отливка выполнена весьма качественно и выглядит не замылено. Но решил его перекрасить под своего кота-бычка. Буду для этих целей использовать вот такой аэрограф Procon Boy с соплом 0,2 мм. А красить буду в основном красками томия. Но тут-то и красить особо нечего. Нужно надуть немного белых пятен, подрисовать нос, глаза. Ну так вот. Для того, чтобы получить из аэрографа тонкую точную линию, краску я разбавляю очень жидко. Примерно 20% краски на 80% спирта. И да, я разбавил краску из-за пропиловым спиртом. Давление на аэрографе я выставляю около 0,4 бар. А пока я рисую на кольце белые пятна, расскажу настоящую причину, зачем я вас здесь собрал. Хочу сделать вам предложение, а картинка просто, как говорится, для привлечения внимания. Под моими видео вы часто задаете вопросы, и часто бывает, что эти вопросы одинаковые. Отвечать одно и то же по несколько раз не очень интересно. Поэтому в преддверии нового года я решил замутить видео с ответами на ваши вопросы. Предлагаю под этим роликом писать все вопросы, которые у вас накопились по моделизму. Ну можно и не только по моделизму. Но лучше все же придерживаться модельной тематики. А еще если вы видите, что кто-то в комментариях уже задал похожий вопрос, то просто ставьте ему лайк. Если вопросов будет очень много, то я буду отвечать в первую очередь на те, которые наберут большую поддержку других зрителей. Так что не стесняемся и пишем все, что душе угодно. А ближе к новому году я выпущу ролик с ответами на ваши вопросы. И еще небольшая просьба. Если вы поставите лайк этому ролику, то ютуб покажет его большему количеству моделистов, и вопросов будет больше, а значит будет интересней. И вам это будет не сложно, а меня это реально поддержит. А пока я это все рассказывал, уже успел надуть белые пятна на мордочке будущего бычунки. В некоторых местах белого получилось немного больше, чем нужно. И все лишнее я удаляю кистью и ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Далее мешаю из белой и красной томи розовый цвет, кистью рисую розовый носик. Для того, чтобы движения и кисти были точными, нужно руку с кистью упирать в руку, в которой держишь фигуру. Вот попробуйте, если вы этого еще не знали. Сразу почувствуйте, что красить стало удобнее, чем просто на весу. Белкий глаз я решил покрасить в цвет золота. Для этого использую золотую краску в Олехо из серии Metal Color. Краска сделана сразу под аэрограф и имеет мелкий пигмент. Но в то же время кистью работать не весьма комфортно. Зрачки я крашу черной глянцевой томией. Даже не ожидал, как это оживит фигурку. Из-за отблеска света в зрачках мордочка кота стала прямо как живая. В результате вот такое кольцо у меня получилось. Для тех, кто еще не видел бычка, сочувствую этим несчастным людям, то он выглядит вот так. Тут видно расхожесть и в том, что мордочка у бычка всегда детская и добрая. А на кольце серьезный взрослый кот. Но схожесть все же получилась. На этом буду заканчивать. Жду от вас вопросов в комментариях. А с вами был Катя Хон и приятного вам моделизма. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok